Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Когда и насколько проиндексируют социальные пенсии? Как подготовить автомобиль к весне? Что нужно сделать в первую очередь? Поменять масло или прочистить радиатор? И пора ли переобуваться? То есть менять шины сразу, как только снег растает? Или все-таки подождать? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем с информации, которая может вас легко шокировать и заставить белое назвать черным. Проще говоря, с вбросов, которых в последнее время стало слишком много, и некоторые из них действительно требуют подробного разбора. Есть в интернете такая особенность. Ругать и не любить все, что производится в нашей стране. От автопрома до авиастроения на любую тему найдутся злопыхатели. Кто-то просто шутит без лоба о каком-то продукте, и в этом нет ничего плохого. Юмор есть юмор. Но есть и те, кто действительно пытается навязать негативное мнение. В сети сообщают, что московский автозавод отозвал 86 новых кроссоверов Москвич-3 из-за некорректной русификации мультимедийной системы. Такая мера обычно нужна для того, чтобы исправить проблемы в машине, которые мешают ее использовать. Обычно отзывная компания несет репутационный ущерб бренду. Что ж, мне как автолюбителю все понятно, и я готов объяснить вам, что, как и зачем. Начнем с того, что такими вбросами можно на самом деле портить имидж компании. Конкуренты или другие люди даже платят за черный пиар-деньги, чтобы переманить клиентов. Например, Ваня продает яблоки, а Петя — груши. Ваня просит прохожих купить у Пети груши, а потом они должны громко говорить о том, что груши червивые. В нашем же случае речь идет не о фруктах, а об автомобилях одного конкретного бренда. И вбросы должны в головах людей создать отрицательный имидж этих машин, чтобы те, кто даже не слышал о них, могли пересказать друзьям. А вы знаете, там проблемы и бла-бла-бла-бла. Вдобавок ко всему, в этой новости используют самый неприятный вариант обмана — полуправду. У всей этой фантазии есть настоящий инфоповод, на котором все и строится. И удивительно, что заменив всего одно слово в оригинальной новости, удалось получить совершенно другое. Есть два термина — отзывная компания и сервисная компания. В первом случае в машине необходимо исправить серьезный недостаток, а во втором — сделать обновление программного обеспечения или что-то улучшить для комфорта. И создатели вброса всего лишь заменили сервисную на отзывную. Ну а для людей из мира автомобилей это огромная разница. Если отправиться в интернет, то первое, что мы найдем — опровержение от самой компании «Москвич», где сообщают все то, что я уже вам рассказал. И еще одно доказательство того, что создателям таких вбросов выгоднее писать про российские марки, чем про иностранные. «Москвич» — это один в один авто китайского производителя. Но говорить в новостях о том, что китайский производитель сделал что-то не так, невыгодно. В общем, ас и пиара, если не наоборот. Подведем итог, проверяйте информацию в официальных источниках, и будет вам счастье. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Смертность на российских дорогах в результате аварии за последние 10 лет снизилась почти вдвое. Об этом на расширенной коллегии МВД заявил Владимир Путин. По словам президента, это хороший результат. Однако нужно продолжать работу по дальнейшему снижению показателя. Повышение безопасности дорожного движения, подчеркнул глава государства, остается актуальной задачей. В этой связи необходимо особое внимание уделять техническому оснащению отечественных трасс, повышению культуры, поведения среди водителей, а также, что очень важно, предупреждать случаи детского травматизма и смертности. С 1 апреля, это в конце следующей недели, социальные пенсии проиндексируют более чем на 3%. Постановление правительства об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации. Минтруда рассказали, что индексация будет проведена в дополнение к проведенной в июне прошлого года. Тогда выплаты подняли на 10%. Также ведомстве пояснили, что размер индексации рассчитывается, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров. К тому же, такие меры необходимы для поддержки доходов населения с учетом роста цен. Напомню, социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления выплаты, а также инвалиды и те, кто потерял кормильца. Бесплатное обучение в российских вузах в этом году станет доступнее. На бюджет смогут рассчитывать около 67% выпускников школ. Это на 3% больше, чем было ранее. Об этом рассказали в Миноборнауке. Всего ведомство распределило порядка 600 бюджетных мест в университетах страны на будущий учебный год. При этом большинство получили региональные учебные заведения. Продолжаем наш эфир и сегодня поговорим о том, как подготовить автомобиль к весне. Машины, которые эксплуатируются в условиях суровых русских зим и экстремальных дорог весной, нуждаются не только в смене резины, но и в более серьезной подготовке. Что нужно сделать в первую очередь и на чем нельзя экономить ни в коем случае? Эти и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем Романом Зубко, автоэкспертом. Роман, привет, спасибо, что пришел к нам в студию. Давай сразу поговорим. Вот у нас наступила весна. Да, по улицам это не всегда понятно, но вроде солнца на календаре март, значит весна. Стоит ли уже заниматься машиной вообще к летнему сезону? Или можно потом когда-нибудь что-нибудь? Ну, к летнему сезону заняться можно уже и сейчас, но переобуваться точно рано. Пока расслабляться рано в том смысле, что переобувать зимнюю резину в летнюю пока рано. Тем более, что в наших широтах, в нашем климате всякое возможно. И до того, как, грубо говоря, сойдет лед с Ладоги, устойчивого тепла не будет. А по всем рекомендациям производителей шин, резину лучше не менять до тех пор, пока не будет устойчивая средняя суточная температура плюс 7 градусов. То есть не нужно с градусником в асфальт подходить, так теплый, нетеплый, а плюс 7 на улице и переобуваться? Ну, грубо говоря, чтобы не было ночных заморозков. Это самое главное, потому что летняя резина на морозе дубеет. Даже не на морозе, а при температуре меньше плюс 5. То есть даже если на дороге у нас нет снега, казалось бы, нет льда, но все равно холодно на дороге, резина сама по себе свойства теряет? Резина работает неэффективно. Ну и, собственно, ты лед не увидел, а потом увидел за то, как машина уехала в сторону. Тоже есть такая опасность. Ну, то есть еще раз давай даже отдельно подчеркнем, можно менять резину, когда, грубо говоря, сошел лед с Невы. Я бы сказал, что не раньше майских праздников. Условно. Просто я уже видел на дороге, уже видел людей, которые переобулись на летнюю резину. Так, ну, все, асфальт. И сегодня утром наступил сюрприз для таких людей. Да. Хорошо. Теперь мы все поняли. Отдельно подчеркнули для тех, кто слишком переживает и переобувается сразу же, потому что не хочет изнашивать резину. Не надо до майских праздников. Но хорошо, с резиной мы разобрались. А что еще вообще нужно сделать с автомобилем? Вот я переобул его и езжу дальше. Я правильно делаю или нет? Ну, если совсем вкратце, то вообще у производителей есть специальные рекомендации по подготовке машины после зимнего сезона к летнему. В общем, это комплексная диагностика. Проверить основные жидкости технические, проверить вообще в целом состояние автомобиля. Как правило, проверяют тормоза. Как правило, проверяют подвеску рулевого управления, все шарнирные соединения, чтобы, грубо говоря, никакие шаровые опоры там не подверглись повышенному износу. Ну, и проверяют также, допустим, разного рода пыльники. В частности, пыльники шруса. Ну, то есть механику, которая отвечает за безопасность водителя, безопасность людей вокруг, просто механика, ее нужно проверять. Ну, скажем так, есть смысл проверить в наших условиях соленых, зимних. Ну, просто, я думаю, ты сам знаешь, что у многих людей в голове бывает часто мысль, ну, пока не сломалось, я не буду проверять, зачем оно работает, не лезь туда, куда работает. Есть такой подход, но вообще в целом, если машина обслуживается регулярно, регулярно меняется масло, меняется та же самая резина. В целом, есть такое мнение у специалистов по послепродажному обслуживанию, что в среднем в России автомобиль должен заезжать на сервис больше трех раз в год. Во-первых, это две смены резины за сезон, плюс какое-то регламентное ТО, плюс какой-нибудь внеплановый ремонт, вот еще четвертый раз. То есть, если машина заезжает на сервис регулярно, то как-то дополнительно, специально ее как-то осматривать к весеннему сезону, ну, наверное, смысла не имеет. Но провести дополнительную комплексную диагностику в целом не помешает. Так, цифра четыре. Это просто на четыре больше, чем некоторые мои друзья заезжают на сервис в год и делают тоже, получается, неправильно. Ну и прежде чем перейдем к дальнейшей части беседы, давай посмотрим сюжет моего коллеги Алексея Смирнова, который подвел небольшую статистику цен на разные услуги по проверке и подготовке автомобиля. Давайте посмотрим. В Петербург наконец-то пришла весна. Остатки снега на дорогах тают, и совсем скоро автомобилистам придет пора менять зимнюю резину на летнюю и готовить машину к новому сезону. Цены наши на монтаж на разных станциях техобслуживания варьируются. Стоимость замены резины 14-го радиуса начинается от 1000 рублей, а средняя цена по городу составляет около 1700. Если у вас колеса 17-го радиуса, то отдать придется уже от 2100 рублей, со средней ценой ближе к 3000. В последние годы все больше автолюбителей предпочитают не хранить покрышки на балконе или на даче, а сдавать их на сезонное хранение. Стоимость такой услуги зависит от местоположения склада и начинается от 1000 рублей, а усредненная цена приближается к отметке в 2000. За резину на дисках придется доплатить около 500 рублей. Завершает ритуал подготовки авто к весне диагностика автомобиля. Осмотр ходовой будет стоить от 500 рублей, диагностика автоматической коробки передач от 1200, компьютерная диагностика двигателя от 800 рублей. И если к диагностике можно приступать уже сегодня, то с переобувкой придется подождать. Порогом для замены резины на летнюю считается среднесуточная температура в 5-7 градусов. Ну вот Алексей Смирнов подтвердил и твои слова про температуру, но ты сказал, что он где-то ошибся. Он говорит 14-й радиус. Буква R в обозначении типа размера не означает радиус. Это означает, что резина имеет радиальную конструкцию. Но с другой стороны, в автомобильном сегменте диагональных шин, это второй вариант, сейчас практически уже нет. Еще раз подчеркнем, Алексей Смирнов, R это не радиус, а зарплата на твоей банковской карте может стать меньше, если будешь совершать такие журналистские ошибки. Банальные простые слова и термины надо знать, если готовишь материал. Итак, давай тогда перейдем к дальнейшей теме. Хранение резины. Режиссер нашей съемочной команды хранит резину на балконе. Правильно это делать или нет? Но зато экономит деньги. Вообще, как ее хранить, если ты не хочешь отдавать в какую-то компанию? Ну, все зависит от того, в первую очередь, идет ли речь о резине на дисках или без дисков. Она в зависимости от этого хранится по-разному. Грубо говоря, если резину без дисков можно хранить, вот как мы видели в сюжете, стопкой, то с резиной на дисках этого делать нельзя. Ее лучше подвешивать. В принципе, идеальный вариант. Зато резина, которая без дисков, ее можно хранить стаймя. То есть вот так выставил ее где-то в койте? Да, на специальных полках, на специальных стендах. Но в этом случае ее нужно периодически проворачивать, чтобы она не коробилась, стоя в одном определенном положении. А так в целом. Ну и выдерживать температурный режим в том смысле, чтобы не было резких перепадов температур. То есть, грубо говоря, мы ведь храним летнюю резину, а она на морозе, как мы знаем, дубеет. Если она долго хранится в таких погодных условиях. Ну, скажем так, срок службы такой резины заметно уменьшится. Ну и вопрос, стоит ли экономить несколько тысяч рублей или потом купить новый комплект резины? Очень может быть, что нет. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Если человек ездит на зимней резине, она бывает шипованная, и не шипованная это для неавтолюбителей, которые смотрят нашу программу, если у тебя не шипованная зимняя резина, так называемая липучка, стоит ли ее вообще менять? Или можно круглый год на ней кататься? Менять ее стоит. Более того, я в свое время обращался с этим вопросом к разным производителям шин. Все они говорят о том, что... Ну, в штатных режимах, конечно, возможно, человек этого не почувствует, что резина стала работать менее эффективно. Но точно так же, как летняя резина плохо работает при минусовых температурах... Удивительно, что и наоборот. Зимняя резина... Да, тот же самый принцип. Зимняя резина плохо работает по жаре. Она начинает проскальзывать. Машина раньше срывается в скольжении. Эти скольжения не всегда предсказуемы, особенно для неподготовленного водителя. В общем, ну и помимо того, что она быстрее изнашивается по сухому асфальту при больших температурах. Так что в целом лучше, конечно, переобуться. Кстати говоря, у очень многих производителей шин есть специальные модели для, так скажем, межсезонья. Они имеют разные названия. Cross Climate, Cross Season. Я понимаю, что по нынешним ценам на резину это, в общем, не звучит как рекомендация. Да, межсезонье это еще один комплект. Есть такая опция, скажем так. Запомнили и сразу же вычеркнули. Информация есть, но покупать три комплекта резины это немножко дороже, чем купить два комплекта резины. Хорошо. Но у меня еще тогда один прям логичный вопрос. Машина состоит не только из резины и ходовой части подвески. Кузов же тоже страдает. Это соль на дорогах, это где-то реагенты могут быть. Как-то надо кузов обезопасить перед летом или перед зимой? Какие-то манипуляции с ним проводить? Ну, я бы сказал так. Если вам так и не повезло купить автомобиль из блага. Того производителя, который не сильно озаботился коррозионной защитой, то в целом постфактум уже мало что можно сделать. Потому что несущий кузов, грубо говоря, чтобы он двигался по конвейеру при производстве, в нем, вот в этом силовом каркасе, делается огромное количество технологических отверстий. И если производитель сэкономил на так называемых заглушках и производственных процессах, то, в общем-то, постфактум сделать что-то очень тяжело и, скажем, очень дорого. А если просто повысить качество? Например, мой коллега купил новый автомобиль и буквально через полгода его обработал, отвез в организацию, ему обработали низ автомобиля. Он сказал, это продлит жизнь моей машине в дальнейшем. Ну, в целом, таким образом можно обработать те поверхности, на которые непосредственно попадает влага, реагенты, грязь из дороги. В целом, да, это можно сделать. То есть это не спасение, это не панацея, если автомобиль уже был запущен, но как возможность дозащитить? Да, да. Хорошо, а какие существуют мифы, заблуждения у людей, у автовладельцев, автолюбителей по поводу вообще смены сезонов, по поводу резины? Есть какие-то вещи, которыми ты прям можешь поделиться, знаешь, о заблуждениях и частых вопросах, может, друзей? Ну, самый главный миф, мы, по-моему, уже развенчали о том, что можно и не переобуваться. Это самый мир. Второй распространенный миф, что существует некая волшебная всесезонная резина, как правило, нет. Как правило, не существует, скажем так, такого универсального решения. Ну, возможно, в условиях мягких зим, как, допустим, у нас на юге, в Краснодарском крае, как в Центральной и Восточной Европе, где зимы действительно относительно мягкие, там это может быть вполне рабочей схемой. И то есть, если там заморозки, там тоже люди встают с круглыми глазами. Но если речь идет про так называемые скандинавские зимы суровые, как вот в скандинавских странах, как у нас на северо-западе и в заполярных широтах, там, конечно, необходимо переобуваться по сезону. Так что это, наверное, второй миф. Ну, и третий, наверное, миф, то, что, ну, из того, что я слышал, наверное, то, что вот если машина новая, то ее вот совсем-совсем не надо готовить к зиме. Это тоже миф. А потом к лету. Иначе бы у производителей, я имею в виду автопроизводителей, не было бы каких-то фирменных рекомендаций. Просто, грубо говоря, если вы купите новый автомобиль, вам дилер может предложить какое-то комплексное обслуживание перед зимой, перед летом. Условные свечи какие-то, может быть, зимний аккумулятор, даже что-нибудь такое. В основном, опять же, комплексная диагностика, как мы уже говорили. Ну, то есть новая машина, это тоже не избавление от всех проблем. За ней надо следить так же, как и за пушкой. За ней тоже желательно следить, да. И она вам послужит. Сколько вопросов, которые я получил, ответы вообще, на которые не рассчитывал. Новый автомобиль, не спасение. Зачем тогда покупать новый автомобиль, если разницы не так и много? Ну, новый автомобиль, он, во-первых, подразумевает гарантию. Автопроизводитель новый. Так как он новый, но и при должном обслуживании, он вполне способен прожить и 100, и 150, и 200 тысяч километров. В общем, не доставляя особых проблем. Хорошо. Ну и давай с тобой вернемся тогда к теме резины. Вот сложно ли сейчас найти хорошую резину? Потому что люди знают несколько брендов, они хотят покупать именно эту резину. Она всегда, естественно, дороже. Есть резина, приехавшая с Востока. Она хорошая, она плохая. Стоит на нее обращать внимание? Не стоит. Это ведь выгоднее кошельку. Ну, вообще вопрос по ситуации, по текущей ситуации на шинном рынке, это вопрос, конечно, интересный. И ответить на него и просто, и сложно одновременно. Просто потому, что, как говорят очень многие дистрибьюторы, продавцы шин, они, скажем так, в предыдущую эпоху, докризисную, накопили довольно значительные запасы. Весной прошлого года, в частности, говорили, что этих запасов хватит чуть ли не на два года. Я лично, конечно, я не проверял, но, допустим, перед зимним сезоном 2022 года мы в редакции провели такое мини-исследование, обратились на самые крупные интернет-площадки, попытались купить или заказать, если возможно, покрышки мировых брендов каких-то. Допустим, Нокиан, Континенталь, Мишлен, Бористоун и так далее. В принципе, предложения на тот момент были. Я так подозреваю, что вполне возможно, что определенное предложение есть и сейчас. Может, параллельный импорт? Может быть, параллельный импорт, может быть, какие-то оставшиеся товарные запасы складские, может быть, действительно их хватит еще на один сезон. То есть, где-то есть склад, который мы не видим, а там запасы? Вопрос, что будет дальше. Вопрос, что будет дальше. Это вопрос, конечно, самый интересный. Просто у меня это личный вопрос, потому что я решил попробовать на своем личном автомобиле резину, которую я никогда не слышал, фирму, которую никогда не видел, и оказалось, что она полностью соответствует всем заявленным характеристикам и чуть не выступает именитым брендам. Я был действительно удивлен. То есть, здесь все-таки нужно посмотреть на отзывы людей, пообщаться с мастерами шиномонтажа, выяснить что-то. Я бы, если у кого-то есть какие-то предпочтения по брендам, я бы, прежде всего, посоветовал, наверное, обратить внимание на так называемую вторую линейку. Она есть у каждого крупного шинного концерна мирового, допустим. У Continental это Matador, тот же самый, или Gizlavet. У Nokia это Nordman, у Michelin это, ну, прежде всего, Carmaran, у Bridgestone Firestone. Эти модели стоят дешевле, технологии производства там, конечно, попроще. Там, может быть, попроще резиновая смесь, более старый рисунок протектора, но, в принципе... Грубо говоря, производится на тех же заводах. Скажем так, у экспертов, и сами производители это не опровергают, есть такое подозрение, что эти покрышки, ну, скажем так, не настолько хуже, насколько дешевле. Угу. Еще одна полезная информация. Мне не хочется вообще заканчивать этот разговор, вытянуть из себя еще больше полезных лайфхаков, но у нас остается минута до конца нашей беседы, поэтому я хочу попросить тебя дать несколько советов мне, всем нашим зрителям, как безопасно эксплуатировать автомобиль в межсезонье, не в сезон, всегда. Помоги. Но, прежде всего, я бы сказал, почаще включать голову и помнить, что никакая резина не спасет человека, который, грубо говоря, зимой или там сильный дождь, ливень, снегопад ездит, так и по суху. Поэтому это, наверное, главная рекомендация, которую я и себе готов точно так же дать. То есть при наличии головы ты уже прекрасно понимаешь, как готовится, все делает. Просто думать и, как говорят, не забивать. Да. Роман, спасибо тебе большое за эту беседу. Максимально продуктивно, максимально полезно. Настоятельно советую всем, кто не ездит на автомобиле, но у него есть друзья, родственники, они не видели наш эфир, покажите эту программу им. Эта информация может помочь сохранить безопасность на дорогах и безопасность вашей жизни. Ну, а я напомню, мы беседовали с Романом Зубко, автоэкспертом. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов, объясняем СПБ. Редактор субтитров А.Семкин